друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента если вы еще не подписались друзья сделайте это поймете о чем я говорю также каждый пост можно комментировать и соответственно отличная возможность для вас оставить фидбэк обратную связь очень важную и полезную нам уже мы соответственно стараемся по-прежнему делать все чтобы обеспечить вас со тем контентом который вас бы устраивал поэтому стараемся разнообразить анализ разными финансовыми активами сегментами общими постами наблюдениями по рынкам экономическим календарем и так далее но все равно есть к чему стремиться постоянно развиваемся друзья и спасибо тем кто делится обратной связи сегодня с точки зрения экономического календаря выделить нечего если действительно не брать в расчет какие-то третисортные отчеты мы заниматься не будем друзья у нас хороший фундамент будет в конце этой недели точнее даже начиная с торговой сессии среды когда мы будем с вами анализировать и разбирать данные по американскому рынку труда и дипи это репетиции перед выходом пьяничных нон-фарм перлс а также еще отчета и сэм сфере услуг будут данные по индексу потребительских цен еврозоны и мне кажется не менее значимым чем отчет нон-фарм перлс событием этой недели станет заседание ближневосточного картеля участников энеретического пакта заседание опек плюс который состоится в четверг это значит то что мы априори должны уделить на этой внимание на этой неделе внимание не только доллару но и соответственно рынку нефти и про нет мы традиционно с вами много говорим я думаю что не будем также выпускать из вида этот финансовый актив что касается индекса американской валюты индекс доллара 99 пунктов небольшая коррекция после вчерашней торговой сессии но индекс она держится на максимумах за несколько лет и а в случае выхода на хороших релизов по американскому рынку труда в пятницу конечно же доллар сможет заручиться еще больше поддержка потому что чем лучше будет статистика тем больше будет аргументов у федрезерва продолжать движение по пути последовательного повышения процентных ставок хотя нам сейчас интересно даже не последовательное повышение процентной ставки нам нужно чтобы фрс как раз немного с агрессивничал в этом плане и поднял ставку на одном из ближайших двух заседаний хотя бы на 50 байсных пунктов а если он сделает это на заседании и в мае и июне это будет совсем шикарно мы точно увидим по индексу доллара 100 пунктов сможем заработать на этом еще больше получим хороший фундаментальный триггер фундаментальный заряд и соответственно будем двигаться уже к максимуму соковидных времен по индексу доллара это 102 103 пункта моя субъективная цель на долгосрок до конца этого года по индексу американской валюты выбраться в район 105 пунктов и выше и эту цель кстати разделяют эксперты аналитики сити и bank of america поэтому друзья в отношении американской валюты сейчас ничего не изменилось за последние торговые сутки мы видим лишь то как участники рынка начинают с большей уверенностью с большей убежденностью что ли закладывать в котировки перспективу именно ужесточение монетарной политики в рамках всего этого года фактически на каждом заседании следующее заседание фрс состоится если мне не изменяет память 4 мая когда мы будем с вами ожидать как раз рост процентных ставок также фрс может анонсировать и начало сокращения баланса который был накоплен за время к вида и разду до 9 триллионов долларов кстати говоря сокращение баланса это еще один важный шаг в сторону именно ужесточение монетарной политики золото 1922 доллара за трость концу я рассчитывал на то что золото уйдет к отметке 2000 раньше друзья без каких-либо коррекционных откатов но сейчас есть то что есть мы видим то что потенциал медвежий он за последние торговые дни накопился параллельно смотрим на индекс личных настроений кайман я рекомендую пользоваться всем друзья этим индикатором который доступен каждому клиенту компании а маркется из кайман следует что большинство сейчас золото покупает и соответственно этот актив идет против движения толпы полагаю что это коррекция может продлиться вплоть до отметки 1900 1890 долларов за тройскую функцию но потом как ни крути на а передовую все равно выйдут инвесторские страхи связанные с инфляцией желанием защитить свои капиталы и средства учитывая то что инвестор потребительских цен продолжает расти повсеместно мире мы в целом можем говорить о проблеме с инфляцией таких общем мировых масштабов серьезного снижения золота я не ожидаю поэтому если вы не долгосрочно ориентированы трейдеры то есть если вы хотите использовать и крокосрочный потенциал то моя вам рекомендация сейчас как раз присмотреться к шортам до уровня который я обозначил после чего можно будет разворачиваться покупки ставить уже на движение золото в район двух тысяч долларов за тройскую функцию рынок нефти 108 17 сейчас мы видим в моменте хай прошлой недели 119 долларов за баррель после чего рынка скорректировался когда состоялся саммит на прошлой неделе лидеров страны с участием американского президента байдена байден а фактически анонсировал соглашение по увеличению поставок сжиженного природного газа на территории европы для того чтобы снизить зависимость европейского региона европейских партнеров от российских энергоносителей но данная новость она скептически была воспринята инвесторами трейдерами аналитикам потому что все прекрасно понимают что сша не обладают достаточно развитой инфраструктуры чтобы в кратчайшие сроки и кстати говоря инфраструктуры с хорошей логистикой чтобы обеспечить именно потребности европейского рынка в газе поэтому этот фон мне кажется не тянет на то чтобы быть от триггером какой-то нисходящей динамики в дальнейшем рост напряженности на ближнем востоке после очередной атаки яминских усидов на нефтяные объекты саудовской аравии если немного раскрутить эту тему она на самом деле получается довольно таки интересно потому что саудовская аравия это регион с которым очень долгое время пытается договориться с сша в плане того чтобы саудовская аравия будучи лидером опек плюс смогла бы продавить решение по дополнительному росту нефтедобычи но пока что не срастается а сша сейчас пытаются переиграть одновременно всех и ведут переговоры временно со всеми например с ираном а иран кстати поддерживает хуситов которые кстати говоря взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты саудовской аравии и мне кажется что вот при таком круговороте политических взаимоотношений вряд ли компромисс будет от на поэтому иран скажем тегеран и вашингтон в ближайшие недели точно не договорятся по ядерной сделке должно произойти какое-то чудо без этого соответственно на рынке не быть дополнительным объемом поставок со стороны от исламского государства значит рынок останется в состоянии прежнего дефицита предложение который сейчас с началом нового месяца станет еще более очевидным единственный фактор который сейчас давит действительно на цены на нефть это новые ограничения в китае все большее количество регионов под локдауном сейчас это уже шанхай жесткие ограничения фактически изолированы 25 миллионов человек и эти ограничения будут вводиться поэтапно с разницей в несколько дней но очевидно что экономическая активность просядет и след за этим за этим может пойти вниз и спрос на энергоресурсы но это друзья такой локальный внешний шум который оказал в плане нас влияние на настроение воздействия на котировки черного золота но если смотреть на системные факторы они остаются все теми же это дефицит предложения и серьезное расхождение между как раз спросом и тем сырьем которая доступна для потребления я сторонник того что рынок нефти уйдет к новым локальным максимумом произойдет это в ближайшее время следующим триггером для роста котировок нефти будет заседание опек который состоится в четверг и здесь я жду соответственно поддержки для цен поскольку уверен что страна опек точно не согласует более высокий уровень нефти добычи европейская валюта все так же как и раньше ждем внизу 1 0995 сейчас котировки как магнитом постоянно пару евро доллар тянет планки 110 но оттуда собственно идет снова коррекция отбой и снижение цель 1 08 остается в приоритете city bank of america разделяет такую же точку зрения вчера в ходе брифинга я озвучил много негативных макроэкономических факторов оценил ситуацию для вас в плане энергетической безопасности евросоюза и мы пришли к выводу что рецессия и стакляция это то что сейчас уже характеризует европейский рынок на таком фоне евро покупать точно не рекомендуется друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего вам торговой сессии всем пока